приветствую всех лев на связи из абхазии видео начинается в саду потому что продолжается сбор мушмулы вот очень хороший пример полностью созревших плодов то замечательного фрукта кто пробовал и может быть ему по вкусу не пришелся я хочу сказать что с одного дерева в разное время можно очень разное собрать воды вот эти вот они идеальные прямо на мой взгляд то есть они сочные они абсолютно сладкий вкус имеют без кислинки насыщают и удаляют жажду хорошо вот эти вкусные таких надо искать они довольно крупные абсолютно нету зеленого цвета вот здесь на самом ходе зрелые сочные самый сок а вот так это выглядит непосредственно на дереве и грозди день в целом довольно жаркий все ок тишина хорошо пока машин нет прям балдею только птичек и слышно вторая половина дня ближе к вечеру солнце еще довольно высоко поэтому припекает так что думаю на берегу там на пляже достаточно людей отправляясь туда небо сегодня так выглядит ни единого облачка нет там одна остановка люди ждут 5 автобусов это здание администрации прогуляемся в сквере за администрацией сегодня несколько больше я тут времени хочу пройти потому что где-то позади идет тиара это уже собачка в возрасте наша поэтому приходится ее дожидать вот обратно сторона администрации здание старенькое вот честно я не знаю было ли оно построено во времена купца игумного или позже вот но выглядит оно довольно интересно практически больше его часть не используется по-моему один только кабинет работает видите поэтому такие вещи присутствуют это катальпа это дерево вот уже завязи цветов начали являться потом это будет такие вот найдем вот такую досюда наверно большие соцветия и очень ароматные вот я думаю будет может недель через две-три хотела показать здесь камфорные вавры очередной раз тут их несколько очень-очень старых есть они точно с игумновских времен возможно сам купец гумнових и высаживал может быть его работники на то что основной задел по так скажем приведению в порядок здешних краев это именно все со времен купца игумного началось до него тут болота были так вот это вот первое дерево камфорный вавр большущий на котором еще и пальма там какая-то растет верно огромную тень это дерево создает если вот обратить внимание вот ветка да уходит на ней еще какое-то растение растет вот она за метров метров двадцать наверно по горизонтали уходит если не больше вон еще туда ну на ветку и особенность этого дерева сейчас покажу она когда падает все это причем она не погибает тут есть одно такое дерево пример я вообще думаю что в природе так задумано что в тех регионах где бороться приходится за жизненное пространство до деревья среди вот она выросла массивную ствол да и вот если эта махина падает она задавливает другие деревья какие-то и на их месте уже начинают расти не одно камфорное дерево много все ветки которые были на стороне дерево который вверху оказался они продолжают жить вот смотрите вот дерево вот она упала значит ну тут наверное не прям такой явно как бы грузец но мы тоже она живет вот видите тут отпилили а вот эти ветки вот новое дерево если бы не отпилили она бы лежала бы там и там еще деревья я думаю так вот особенностью немножко грязенька ну вот это пока я тут лавр камфорный рассказывал тиара подошла карелла финская лайка такое ощущение что она не любит когда я снимаю все время куда-то в сторону начинает двигаться еще со времен купца вот этот водонапорная башня остается и вероятно вот эти вот за то здание которые сейчас загрузку себя представляет пока так вижу рядом растет шелковица вот я как раз к ней не подошел вот эти ягодки традиционном прохожу парк поселка сегодня потише поэтому прогуляться немножко в атмосферу передать этого места это большущие дерево это кедр за эти дни немного все подсохло поэтому можно в сандалиях прогуляться не промочить ноги вот это вообще типичный очень контент для моего канала кто впервые видео смотрит природы очень много наверное акцент на этом прежде всего еще тут два камфорных лавра вот это все таки еще не показывал я показал выгоревшим внутренним пространством это целый очень широкое дерево вон тут еще не просохло обратил внимание что могу снимать на свой чудо смартфон долго без повисаний только в том случае если включен авиарежим так что проблема с телефоном связано как-то вот именно с самой мобильной связи при этом вайфай может быть включен все будет работать приложение вот именно как только включать все что касается мобильной связи sim sim карт все он безбожный висит кто знаком с этой ситуации подлежит ли это ремонт вообще пожалуйста пишите в комментариях это тоже камфорного ворот вновь его показываю целый дом тут можно постараться внутри как шаваш так ну пойдем дальше в сторону моря вот еще магнолия тут кстати они сейчас цветут вот это в тени она должна была позже начать вести может быть тут и найду сейчас пару цветков интересно все основные деревья перечислил которые тут растут гималайские хедра камфорные лавры и магнолии так ну цветок вижу конечно но он высоко с той стороне не показать него так вот если не раскрытый запомним его через несколько дней сюда еще раз приду чтобы его открытом состоянии заснять потому что ты его по крайней мере достаю вот еще рядышком цены в местном кафе комплексный обед 400 меню жмите паузу справочная информация о поселке прежде всего ну и конечно история этого места в деталях ну вот мы с вами на берегу народу много но все равно места достаточно этот дом из пансионата одежда с той стороны общий поселковый пляж кто в частном секторе снимает или квартиры комнаты обычно там пляже время проводят кто в пансионатах размещается вот соответственно на этих пляжах там лежаки зонтики на общем пляже ну кто что принес но там есть вот в одном месте возможность арендовать тоже и в прошлом сезоне были сабборды не знаю что пока я не вижу что появились они ну тоже наверно привезут можно будет покататься стараюсь находить такие места где никого нету ну чтоб к воде подойти чтоб никому не мешать ну и мне так как удобнее так вот смотрите народу уже прилично едет прямо у воды забирают в некотором отдалении вот такая прохладная еще водичка мне хватило перехода того ручья пока крик ябзып шел чтобы у меня насморк начался поэтому я еще не купаюсь если я еще в море залезу то обязательно что-нибудь как-нибудь скажется поэтому я жду более теплой воды я думаю в конце июня уже нормальным должно быть какие прикольные конструкции тут из бамбука в этом сезоне появились интересно что-то такое же хотелось бы мне в саду сделать а то сегодня вышел было поработать свои компьютерные дела поделать но было так жарко как в бане я просто не смог там долго находиться вернулся в квартиру еще в комментариях очень часто спрашивают что с дорогой после ливней ну проехать можно на машине то есть едут люди там конечно какие-то восстановительные работы продолжаются не без этого но поток идет машин вот чего нету это ЖД сообщение то есть там еще восстановительная работа продолжается вот ну и вроде как какие-то решения приняты по восстановлению аэропорта в Сухуми вот какие-то подвижки в этом направлении пошли ну от этого прежде всего выиграет конечно Сухуми аггломерация потому что вот так вот на машине до Сухума еще ехать то есть народ все-таки чаще останавливается где-то в Гагрии в Пицунде до Сухума меньше народу доезжает как я понимаю если там еще аэропорт появится то тогда ситуация может поменяться может быть и там побольше и в Абхазии в том числе вот хотя я как вот человек который обращает внимание на небо я могу сказать что ну что-то в виде каких-то распылений и так далее присутствует вот у нас на Дежевском не только я конечно обращаюсь в СМИ какие-то были моменты там активность какая-то по этому поводу поэтому я не знаю то есть благо это или не благо вот когда ты не можешь проконтролировать действительность что там в виде химтрейлов потом остается так что я не знаю вот пока нету аэропорта вроде как классно смотрите небо изумительное чистое никаких вопросов нет я вообще самолетов не наблюдаю над Абхазией ну лично меня вот меня да чисто вот мое сугубо личное мнение меня как бы это устраивает но видите есть конечно интересы у людей то есть вот возможность нормально добираться быстро это уже другая ситуация Абхазии конечно аэропорт нужен так же вот из интересного здесь на берегу воречек такой они сделали вот так такие типа беседок народ здесь отдыхает тут на машинах приехали в палатках живут допустим тут может быть что-то покупают кушают рощи сезона я не припомню чтоб такое было тут еще бар роща пицунских сосен здесь же и пляжи давайте пройдем и тут раз природная тема в этом видео прежде всего затронута градусник на подходе скорее всего в следующем видео уже будет температура воды ну то есть объективно замеренная с помощью термометра вот пока еще тактильно вот я сказал она прихладная что-то в районе 20 градусов я думаю вот а температура воздуха стабильно выше 20 то есть вообще комфортно на солнышке я думаю прогревается еще больше все 25 все 25 в час в час а в час в час в час вот да по поводу телефона спросить спросила модель не упомянул samsung a50 зависает уходят перезагрузку если включена мобильная связь местное озеро ветра практически сегодня нет поэтому виде какая гладкая поверхность воды практически зеркальная сюда временами прилетают тапли и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...